Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Автоплюс. В эфире наши тесты. И начать нашу сегодняшнюю программу хотелось бы с небольшого рассуждения. Вот какой тип автомобилей вы представляете себе, когда речь заходит о марке Порше. Для меня субъективно это производитель красивых и по-настоящему быстрых спорткаров с мощным двигателем, который расположен позади водителя. Но есть и те люди, которые, услышав слово Порше, представляют себе не фактически двухместный и, по сути, совершенно непрактичный автомобиль, а большой и роскошный кроссовер, имя которому Каен. И именно об этом автомобиле мы поговорим сегодня в программе «Наши тесты». Вас, наверное, немного смутило то, что автомобиль-то не новый и его уже как два года выпускает. Что про него, собственно, рассказывать? Тем более с таким шильдиком, который так и кричит, что потенциальная аудитория этого автомобиля – это те люди, которым не так важны драйв и динамика, а скорее приоритетом является экономичность мотора. Но не все так просто. Современные реалии суровой конкуренции на рынке вынуждают производителей выпускать продукт, который сможет угодить даже самым требовательным покупателям. И вот, пожалуйста, один из них. Именно для тех, кто хочет иметь настоящую зажигалку, большой вместительный салон и при этом экономить на топливе, немцы приготовили Каен Дизель С. Но вряд ли у вас получится опознать эту версию в потоке, ведь никаких визуальных отличий от обычной дизельной версии, кроме шильдика С на багажнике, нет. Немцы даже не подготовили никакие эксклюзивные цветовые решения, которые бы смогли выделить автомобиль на дороге, как, например, в случае с недавно показанной модификацией GTS, которую можно купить в ярких цветах. Но это, как вы понимаете, мелочи. Поршевцы придали значение куда более важным вещам. Но, во-первых, под капотом S-ки скрывается не трехлитровая шестерка, как в случае с обычной дизельной версией, а V8 объемом 4,2, который выдает 382 лошадиные силы и 850 ньютонов крутящего момента. Ну, а во-вторых, немцы придали значение не только мотору, но и другим не менее важным узлам. Они перенастроили подвеску, усилили под возросшую мощность коробку передач и, самое главное, установили более эффективные тормозные механизмы. Ну, что ходить вокруг да около? Настало время испытать этот автомобиль в движении. Ну, а вы пока, уважаемые зрители, познакомьтесь с более подробными техническими характеристиками дизельной S-ки. Объем двигателя 4,2 литра. Мощность 382 лошадиные силы. Крутящий момент 850 ньютон-метров. Разгон до 100 км в час у большого кроссовера занимает всего 5,7 секунды. Максимальная скорость 252 км в час. Ну, а расход топлива в смешанном цикле составляет всего 8,3 литра на 100 км в пути. Находясь рулем, даже не верится, что едешь на дизельной машине. Звук такой, как будто под капотом бензиновый двигатель. И открываем газ. Такой приятный рыб. И Каен мгновенно ускоряется. Причем, если вы буквально на пару секунд откроете полный газ и посмотрите на спидометр, то вы просто удивитесь тому, что скорость уже 200 км в час. Но не надо думать, что я нарушаю правила дорожного движения, потому что сейчас мы движемся по автобану, на котором нет ограничений скорости. Компания Porsche с выводом вот этой новой модификации значительно расширила свою потенциальную аудиторию. Ну, посудите сами. Наверное, многим из покупателей Porsche Cayenne не хватало мощности дизельного двигателя. В то же самое время они не хотели платить за прожорливость бензинового. И вот с появлением Cayenne дизель S теперь, можно сказать, эта проблема решена. Потому что автомобиль получился непрожорливым. И мы вот сейчас движемся в достаточно рваном режиме, но вот сейчас вышли на крейсерскую скорость. И расход топлива не превышает 10 литров на 100 км пути. По-моему, очень достойный результат. В то же самое время, если вам необходимо ускориться или кого-то обогнать на трассе, то с этим нет абсолютно никаких проблем. Нажимаем подальгаза, и большой кроссовер тут же набирает необходимую вам скорость. Но я уверен, найдутся те люди, которым динамики, опять же, будет не хватать. Специально для таких людей компания Porsche предусмотрела кнопочку «Спорт». Нажимаем на нее. Несколько передатчик тут же скидываются вниз. Режим подвески переходит в положение «Спорт». Руль становится более отзывчивым. И вы получаете совершенно другие, более драйверские ощущения от управления «Каяном». Правда, за драйверские ощущения придется расстаться с приличной суммой денег. Ведь цена за новую «Дизель-С» модификацию в России стартует с отметки в 4 миллиона 306 тысяч рублей без учета дополнительного оборудования. И я уверен, что несмотря на внушительную сумму, у этого автомобиля обязательно найдутся покупатели у нас в стране. Ведь у компании Porsche получилось выпустить универсальный продукт, который сможет угодить даже самым требовательным клиентам. Но посудите сами, повадки спорткара имеются, комфорт, дорогие материалы, отделки, роскошь – все это тоже присутствует. Плюс щадящий расход топлива, которому могут позавидовать многие среднеразмерные седаны. И не стоит забывать, что при этом «Каен» – большой кроссовер с полным приводом и наделен рядом полезных функций, которые пригодятся при движении по бездорожью. А вот мой коллега Александр Коростелев решил познакомиться сам и познакомить вас, уважаемых зрителей, с другой, менее практичной новинкой, которой, например, в отличие от семейства «Каен», оффроуд-пакет не положен, банально исходя из логических соображений. Здравствуйте. Для того, чтобы купить Porsche 911-й серии, нужно знать, что это один из самых совершенных спорткаров в мире. А еще нужно на него заработать денег. И вот, когда знание и деньги соединятся, останется определиться с системой привода и литерой на крышке капота, которая у этого автомобиля находится сзади. И тогда, возможно, придется заработать еще какое-то количество денег. В том случае, если ваш выбор пойдет на Porsche 911 Carrera 4S кабриолет. Его шестицилиндровый оппозитный мотор развивает 400 лошадиных сил и крутящий момент 440 ньютон-метров. Для того, чтобы без потери сцепных свойств покрышек, задних колес, уезжать с места всегда, везде и при любых погодных условиях, еще в 2008 году на его предшественнике имел систему полную привода. Соответственно, и выше стала скорость прохождения поворотов. А поведение на дорогах со скользким покрытием еще безопаснее. А это более чем актуально, если речь идет об этой модификации 911. Потому что даже в обычном режиме движения 7-ступенчатый робот ПДК очень чутко откликается на малейшее перемещение педалей газа. На подрулевые лепестки коробка тоже реагирует быстро, но это все баловство. Потому что есть режим спорт. Но это еще не все. Для испыточных перегрузок в какое-то количество джи, я не знаю, какое. Нужно нажать кнопку спорт плюс. Ух! И вот тогда мир красок за окном будет смазываться еще быстрее. Рядом с этими горячими кнопками есть еще те, что отвечают за жесткость электронноуправляемых стоек. Есть два режима, нормальный и спортивный. И кнопка, которая меняет голос системы выхлопа. Вот сейчас нажму. Появляется бархатый паритон. А еще автомобиль может быть пайникой. Правда, такое состояние наиболее уместно в городской толчье. Где функция старт-стоп при остановке будет глушить двигатель. И запускать его при касании педали газа. Экономично и в то же время экологично. 3,8 литра развивает 400 лошадиных сил и 440 ньютон-метров крутящего момента. С таким потенциалом полноприводный кабриолет в режиме спорт плюс до 100 км в час способен разогнаться за 4,3 секунды. И закончить свой разбег на отметке 297 км в час. При этом в спокойном режиме движения средний расход топлива в смешанном цикле заявлен как 9,1 литра на 100 км. Конечно, владельцам такого Порше хоть иногда нужно выезжать на специализированные трассы, чтобы не только оттачивать мастерство управления этим серьезным, мощным спорткаром, но и прочувствовать его потенциал. Тот, за который бьются конструкторы и разработчики этой легендарной марки, в частности этой серии. И за которые уплачены деньги, надо сказать, немалые. А еще Порше строит не просто катапульты, но и проектирует их убранство в соответствии с корпоративной идеологией, у которой, на мой взгляд, опять же, субъективно нет изъянов. И поэтому архитектура салона лично у меня порождает столько же, наверное, эмоций, сколько динамика этого автомобиля. Каждый элемент салона по участию дизайна и тактильных ощущений просто шедевр. Вы знаете, когда человечество не станет, ну, я надеюсь, это никогда не случится, этот автомобиль, один из немногих, способен рассказать о технических достижениях расы, которая его построила. Он некий инновационный генофон человечества, содержащий лучшее функцию складного мягкого верха, систему полного привода, двигатель, который расположен сзади и удивительные характеристики силового тандема. Эврика нашего времени, эврика нашей эпохи. В итоге, несмотря на то, что мы познакомились с совершенно разными по своей сути автомобилями, общие впечатления у нас остались схожими. И тем людям, которые захотят расстаться с крупной суммой денег и купить себе автомобиль Porsche, нужно будет определиться лишь со своими личными потребностями и предпочтениями. И если средства на лицевом счете позволяют, то почему бы не купить сразу два автомобиля? Редактор субтитров А.Семкин